Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Я как-то очень резко оборвала свой гречневый марафон, точнее многим так могло показаться. На самом деле я до сих пор еще на гречке. И сегодня я расскажу вам почему, и самое главное я расскажу, что я собираюсь есть после выхода из своего гречневого марафона. И скоро выйдет видео о том, как я ела. Примерно две недели мне очень сложно посчитать, возможно это были 10 дней. Мясо, белок растительный, а точнее не растительный, получается животный, животный белок. Я расскажу, почему это произошло и к чему это меня привело. И сегодня, да, я должна сказать, что я не вышла из своего гречневого марафона так, как я планировала, потому что я хотела это сделать в воскресенье. Воскресенье традиционно, если хорошая погода, мы куда-нибудь выбираемся всей семьей, и мы должны были где-то пообедать. Но когда я пришла на обед, обычно мои уходят чуть раньше, а я снимаю свой стрит-стайл любимый. Я села за стол, вернулась, точнее не вернулась, а пришла, мои уже сидели, уже начали есть. И я поняла, что то, что для меня заказали, я вообще изначально даже заказывать не хотела, а поняла то, что для меня заказали, а я решила с пиццей выйти из своего гречневого марафона. Я на эту пиццу посмотрела, я взяла себе самую простую, маргарита, кто знает, это тесто, не салат, получается, соус помидорный, либо, да, соус помидорный. Кто знает, это очень простая пицца, это тесто, это помидорный соус и моцарелла. Я вообще на эту пиццу посмотрела и поняла, что я не хочу ее есть, вот у меня нет ни аппетита, ни желания. И я ее, соответственно, отдала детям, муж поел, и я подумала, о, вот это интересная тема для моего гречневого марафона, я скажу, как я хотела выйти, как в итоге я не вышла, потому что вот такая я молодец, я почувствовала, что я не голодна, и я не стала идти на поводу представления о том, что я должна разделить со всеми трапезу, я просто посидела, на самом деле, я даже ничего себе не заказывала попить, потому что я посидела и потом снова пошла снимать, я обычно ухожу чуть-чуть раньше, мои медленно собираются, долго сидят и доедают, наслаждаются едой, едят на неделю вперед, потому что знают, что дома такой еды они не поедят. Соответственно, вот таким образом произошел мой воскресный, получается, обед. А вечером, уже вечером, я как-то себя странно почувствовала, а когда я легла спать, я поняла, что меня очень сильно тошнит. На утро, в общем-то, я уже без сомнений всяких знала, что у меня так называемая интестинальная инфекция, то есть это желудочный грипп, наверное, по-русски мы говорим, то есть это все симптомы, которые присущи гриппу, и плюс еще инфекции, которые присущи нам, когда мы, допустим, чем-то как будто бы отравились, то есть это дискомфорт в районе живота, возможно, даже боль сильная в районе желудка, диарея, конечно же, ну и, в общем-то, все, что этому свойственно, только в одном флаконе. И, в общем-то, я поняла, что есть мне, скорее всего, не хотелось, и я вот на самом деле здесь себя хвалю, я почувствовала, что я не голодна, у меня нет аппетита, но единственное, что я была не голодна, у меня не было аппетита, потому что я заболевала. Я есть не стала. На следующий день, то есть понедельник, сейчас вторник, я ничего вообще не ела. Я попила свой чай с куркумой и поняла, что даже чай с куркумой мне пить не следовало. Но я, в общем-то, продолжала его пить по небольшими количествами, потому что я иначе вообще жидкость не... Не хотелось мне пить, тем более какую-то прохладную воду, комнатной температуры, которая у нас достаточно прохладная. Соответственно, вот таким образом я провела вчерашний свой день. То есть у меня случилось какое-то интервальное голодание, но опять же на фоне того, что все-таки я болела. А сегодня я мечтала о капустном салате. Но, конечно же, не сегодня я мечтала, я мечтала за неделю до этого, потому что сегодня вторник, и сегодня у нас рыночный день. И, в общем-то, эта капуста мне снилась, я хотела гречечку с капустой. И как раз-таки я и думала рассказать вам, и это было бы абсолютной правдой, и это есть абсолютная правда на ближайшие мои дни. Я выхожу из любого своего гречечного марафона очень и очень плавно. Эта пицца являлась, конечно же, таким форс-мажорным обстоятельством, но я точно знала, что даже если бы я была здорова, я бы не съела всю пиццу. Я бы съела ровно столько, как я рассказывала, до того момента, как я бы перестала наслаждаться вкусом этой еды. И я бы это сделала, кстати, очень быстро, потому что те, кто были со мной на гречечного марафоне, знают, что когда ты выходишь из гречечного марафона, ты насыщаешься другими продуктами очень быстро, и ты перестаешь чувствовать вот этот вот вкус, который тебе казалось, что аж дух перехватывает, тоже очень-очень быстро. Поэтому я думаю, что если бы я съела эту пиццу, там был бы какой-нибудь хороший кусок, но не более того. Соответственно, сегодня я сварила себе овощной бульончик. И запишу, наверное, скоро видео, потому что почему-то очень многие думают, что я худею на своем гречевом марафоне. Наверное, кстати, в этом и есть моя некоторая вина, потому что все видео я выпускаю, как я похудела. Но вы должны понимать, я много раз-то объясняла, что есть понятие поискового запроса. Никто не ищет, допустим, как поддерживать свой вес после того, как ты похудела. Никто не ищет, как питаться после 40, например, либо после 35, либо это минимальное количество запросов. Но все ищут, как похудеть. И вот как похудеть, потом начинается эта тема развиваться для очень многих. И многие приходят к веганству и могут прийти к веганству через простое видео о гречке в том числе, которое называлось «Как я похудела, допустим». Соответственно, в этом есть, наверное, некоторая моя авторская вина, что очень многие видео я называю «Как похудеть». Но я могу сказать и хочу подчеркнуть две причины, два момента точнее. Я совершенно точно не худею на своих гречневых марафонах. Хотя, если я сбрасываю, я очень рада. Все вещи на мне смотрятся прекрасно, если я чуть-чуть схудану. И лицом, мне кажется, у меня смотрится получше, как-то поизящнее, что ли, поблагороднее даже, когда я несколько похудею, чем когда я округляюсь. И второй момент, на который я тоже хочу обратить внимание. Почему-то очень многие думают, что я истязаю себя, что мне так некомфортно, а жизнь так коротка, что нужно получать удовольствие от еды в том числе. Вы знаете, я с вами соглашусь. Я, в общем-то, за некий разумный баланс, и за удовольствие, и за счастье, и за то, чтобы хорошо выглядеть как в поседневной жизни, как я часто говорю. Но, но, для меня как раз-таки вот именно такое скудное питание является основой того, что я буду улыбаться, что я буду бодра, что у меня не будет сонливости. Скоро видео выйдет. Было также много запросов, как я смогла отказаться от кофе. Я была еще той кофеманкой, в особенности после того, как я узнала, точнее, как мне в роддоме, я родила второго ребенка, и мне кофе с утра принесли для меня. Это было каким-то супер открытием, что, оказывается, во время лактации можно пить кофе. Что вы думаете? Я сидела только на одном кофе, обязательно об этом расскажу, как все это происходило, как я смогла отказаться от кофе. И, соответственно, мысль моя ушла. Воспоминания, воспоминания в роддоме. Кстати, мне очень понравились роды. Нас там, кстати, очень хорошо кормили в роддоме, в итальянском. И да, я рассказывала, о чем же я рассказывала. Вспомнила, рассказывала я о том, что мне максимально комфортно на таком питании. Наоборот, когда я ухожу на другое питание, я расскажу о своих каких-то 10 днях, либо 2 неделях на мясе, который этот период был до Нового года, до рождественских праздников. Расскажу, к чему это привело, и как вообще я решила поэкспериментировать с мясом. И могу сказать, что мне вот так комфортно, мне вот так хорошо. И я всегда говорю о том, что мы настолько индивидуальны, что я в принципе, в принципе могу поверить тому, что вам хорошо на другом питании. И склонна даже подумать, что, возможно, вам нужно, нужно другое питание. Ну и завершая это видео, мне бы хотелось привести вам два примера из моей собственной жизни. Первый пример – это женщина, которая уже вошла в менопаузу, потому что вопрос менопаузы, вопрос подкожно-жировой клетчатки тоже часто возникает в комментариях под моими видео о питании. Могу сказать, что у меня есть очень хорошая знакомая. Она совершенно точно давно прошла период менопаузы, то есть вошла в период гормональных изменений. У нее очень взрослые дети моего возраста. И она, скажем так, была полновата. То есть она не была полным человеком, но она была полновата. У нее какие-нибудь килограмм 15 лишнего веса. Опять же, мне трудно на вид и на вот так оценить, глядя на, опять же, трудно просто глядя на человека, не ставя его на весы оценить. Ну, допустим, 15 килограммов веса лишнего у него было. И она все время, видя меня, говорила, «Боже, какая ты худая, какая ты худая». И вот однажды мы с ней разговорились, и я ей сказала, а это было примерно через полгода после моего первого гречневого марафона. То есть первый гречневый марафон случился осенью, весной мы увиделись. И она мне говорит, «Слушай, какая ты худая, ты прям так опять похудела». Я говорю, я отказалась от молочного. На самом деле, когда я отказалась от молочного, моя жизнь и жизнь моих детей изменились кардинально. Мне так хотелось всем рассказать, что если, возможно, вы откажетесь от молочного, и ваша жизнь улучшится так же, как улучшилась моя и у моих детей, они перестали болеть, что я очень часто поднимала этот вопрос вот в такой, казалось бы, беседе, которая вообще не о питании. Она мне сказала, «Послушай, я обратилась к нутрице, к человеку, который занимается питанием, диетолог, давайте я его назову, иначе я не выговорю это слово». И он мне прописал, в том числе, посоветовал отказаться от молочных продуктов. Что вы думаете? Я встречаю свою знакомую примерно через полгода, потому что была весна, потом мы уехали на летние каникулы, осенью мы с ней увиделись. Вы не представляете, как она похудела. Возможно, ее диетолог еще что-то убрал из ее питания, а что-то вел, я здесь не знаю. Я просто говорю о том, что она убрала молочное полностью, полностью молочные продукты, сыры в том числе, и она стопроцентная итальянка, коренная итальянка, ее доктор также итальянец. Плюс у нее исчез неприятный запах изо рта. Она страдала этой, скажем так, этой деликатной проблемой очень-очень долго. С ней действительно было очень тяжело общаться. Вот она убрала молочное, и неприятный запах изо рта у нее исчез. Благодаря этому, либо благодаря чему-то другому, я на самом деле сказать не могу. Но когда мы с ней пересекаемся в каких-то вопросах питания, мы совершенно точно, совершенно точно сходимся, стопроцентное ей, что называется, попадание. Того, что ей сказал диетолог и посоветовал для нее, и того, что сказал мне. Но, с другой стороны, есть другой блогер, Юлисса ее зовут, я часто ее цитирую, она мне очень нравится. Я считаю, что она очень правдива, и рассказывает действительно дельные вещи на своем канале. Так вот, она рассказывала, как она была векаткой чуть... И, в общем-то, это на нее нанесло очень сильный урон ее здоровью. И здесь могу сказать, что я тоже стопроцентно ей верю. Я на самом деле склонна считать, что для кого-то определенное питание, оно должно быть вот таким, а для кого-то оно должно быть вот таким. Все очень и очень индивидуально. Но и также я остаюсь все-таки при своем мнении, что определенная пищевая пауза, как ее часто принято называть, определенный период детокса пищевого, как мы можем сказать, то есть это может быть вот такой гречневый марафон, это может быть какая-то другая монодиета. Я не интересовалась этим вопросом. Возможно, есть другие продукты, которые бы помогли организму разгрузиться, прежде всего, от того, что мы туда нагружаем. Это то, что нужно человеку. Это то, что дает мне действительно возможность чувствовать себя в течение всего года очень и очень хорошо, чего я всем желаю. Поздравляю всех с окончанием гречневого марафона. Очень рада, что вы были со мной. Напишите о своих результатах. Мне будет очень самой интересно, я думаю, что другим зрителям. И периодически я буду выпускать видео, что же, что же я ем. Но, повторюсь, как было и после предыдущих гречневых марафонов, я, в общем-то, на очень-очень на долгий период оставляю именно гречку как базу, которая полностью меня удовлетворяет, что гастрономически, что с точки зрения нутрициентов. И добавляю просто овощи по сезону. Это тоже очень важно. Я не покупаю помидоры, потому что сейчас помидоры в Италии не растут в естественных условиях. Это капуста, это морковь, это яблоки, это киви. И, соответственно, добавляю вот такой простой набор овощей и фруктов к своей гречке. И зеленый чай остается также в моем рационе. Желаю всем хорошо себя чувствовать, классно выглядеть. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.